слава богу друзья мои мир всем господний приветствую всех с киева парк киото город киото он является побратимом города киева поэтому парк киото это парк посвященный городу побратиму и киото как культурная столица японии культурная столица японской нации японского народа вот в эти дни в моих молитвах благоставляю паки-паки что называется как у нас православие мы говорим но по-русски еще можно снова и снова еще раз в украинском проекладе литургии украинской еще раз в мире господу помолимся паки-паки в миром миром господу помолимся аллилуйя вот и снова и снова паки-паки я молюсь за японию молюсь за киото благоставляю украину благоставляю киев здесь на берегах днепра пусть славится имя господа иисуса христа и сегодня в этой молитве за израиль за еврейский народ этот год у нас мы молимся за разные народы разные племена даже если вы заметили это в трансляции на утренних молитвах я начата ну-ка сзади меня баннер этот распечатаемый баннер насчет на котором значит на флаге флаги разных стран будет говорить это флаг из флагов разных стран по центру там флаг христианский по всем сторонам там большие меньше меньшие флаги размера разного дизайнер так сделала но очень интересно получилось флаги всех стран мира вот собрана на одном баннере вот значит и вот я попросил как раз распечатать то извиняюсь за распечатать как раз именно подобный баннер он очень думаю хорошо ярко выражает как раз эту идею выражает именно как раз и не только на эти дни вообще как на эти дни молитвы но и вообще наша молитвенной жизни я учусь делаю шаги такие веры определенные такой духовной картографии и действительно вот беру флаги разных стран молюсь карты разных стран карта всего мира купил тоже вот и молюсь и благословляю все страны наши страдавшиеся планеты по имя господа иисуса христа и один из эпицентров духовного пробуждения нашей земли это украина а в украине это безусловно киев есть еще и львов львов тоже он как культурная столица украины и он знаете ли как киото в японии так вот чтобы понять японскую душу надо в киото лететь конечно вот значит но чтобы понять украину надо во львове побыть просто не пропитаться этим духом вот таким божьим таким действительно помазанием этим потому что уникальный город на земле нашей где славится имя господа иисуса христа неслыханно вообще не сравнимо ни с чем наверное люди за место здрасте по утрам говорят тысячи людей друг друга говорят приветствую славы иисусу христу и отвечают на вики слава богу святому это самое удивительное приветствие во всей вселенной что может быть только на земле славить имя спасителя иисуса христа и ишуа шаха и сама сиха jesus christ миллиарды людей повторяют это имя с благоговением и любовью на этой земле и когда приезжая во львов я просто радуюсь что это имя она на слуху это имя она знака знаем она знакома людям вот я конечно молюсь о том чтобы не просто этого имя было знакомы людям но чтобы было познание не только знание знание хорошо но познание несравнимо несравненно лучше не с без сравнения всякого лучше познания тоже знают самое знание о боге это хорошо да и вот и библейской школы семинарии институты дают много знаний в церквях дают знанье немного о боге и аминута разума в протестантским протестантской церквях это хорошо это благочестиво это правильно но познание несравнимо лучше несравненно лучше 1 дело запах с кухни другое дело сам обед вкушение это это но на примере таком сравнении запахи хорошо но обед согласитесь лучше вот их знание допустим мы с моей будущей супруга мы познакомились так мы знали друг друга уже как жених и невеста даже не решались до вода счета и были знакомы потом жених и невеста но потом мы стали мужем и женой одно дело знание другого познания это совершенно разные вещи вот и знание о боге это хорошо но часто это играет такую злую шутку с людьми насчет на этом знании как бы люди останавливаются и в общем-то о чем и шо и говорил иисус то собственно что и как бы он всковырял эту болячку она больная болячка и поэтому в общем-то многим было больно действительно он обвинял в лицемерии почему потому что религиозных вождейство свое времени потому что знание о боге это одно но познание совершенно другой то что иисус нес это не просто знание о боге да это элементы знаниях они конечно же были но в большей степени процентов 90 это было познание бога живого и лишь 10 процентов можно так выразить сравните сравнительно это было знание о боге но в том религиозном мире своего народа божьего народа в котором иешуа два тысячелетия как раз эту революцию совершил то 90 процентов было познание знание о боге но 10 процентов лишь познание вот и религиозная система того времени страдали тем же недугом болели каким сегодняшние христианские системы болеют структуры конфессии динаминации церкви организации там религии там традиции разные дело это все мишура религиозная сама суть это познание живого бога аллилуйя потому что церковь бога живого это не просто структура организации как я говорил в эти дни на уроках по экклезиологии а это есть столб и утверждение истины аминь да друзья благоставляю всех вас да благоставить тебя господь и сохранить себя да призовет на тебя господь светом лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свой на тебя и даст тебе в мир во имя иисуса христа